И Павел говорит о том, что цель его служения, цель его служения другим людям, это три вещи. И эти три вещи могут составить очень неплохой вопрос в тесте. Я вам сразу помогаю в этом. И Павел говорит, что на трех вещах он концентрировался, когда он помогал людям. Любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры, или искренней веры. Любовь от чистого сердца, доброй совести, и искренней веры. И как в греческом, в оригинале говорится, нелицемерной веры, так и в русском. И еще хочу открыть Деяния, двадцать третью главу. Первый стих. Мы будем говорить о всех этих трех принципах на протяжении всего курса. Когда Павел говорит, любовь от чистого сердца. Это основная проблема, которая возникает у людей в наше время. Жизнь заполнена нечистыми мотивами и неправедной любовью. И как однажды на небесах мы будем в таком месте, в таком состоянии, когда сможем любить друг друга чисто. Не будет эгоизма, не будет похоти. Не будет нечистых мотивов. И мы будем любить братьев и сестер в Господе чисто. С чистотой. И как Библия говорит, что на небесах не будет браков. Некоторые люди думают, о, как это грустно, поскольку 50-60 лет мы женаты, всю жизнь были вместе, а на небесах мы не будем мужем и женой. Библия говорит, что на небесах не будут ни жениться, ни уходить замуж, но, как говорится, так же, что любовь пребывает вечно, не перестает. Любовь вечна. И я верю, что в той степени, в которой мы любили в этой жизни, то это станет отправным моментом, отправной точкой нашей любви в последующей жизни. И поэтому моя жена, и как на небесах, наша любовь еще даже глубже будет. Но так же, если кто-то был замужем, муж умер, и через 20 лет она вышла замуж за внулах, то эта чистая любовь будет так же продолжаться без эгоизма, без зависти, ревности, без похоти. Поэтому тот вызов, который возникает в нашей жизни, это помочь людям любить чистой любовью. Многие люди даже не знают, что такое любовь. Они думают, что это чувство. Они думают, что это секс. Или же одно утро просыпаются, и думают, что я больше не чувствую любви, и моя любовь куда-то ушла. Больше нет любви. Поэтому любовь от чистого сердца — это одна из тех целей в нашем служении людям. Мы хотим быть в таком состоянии, и также помочь другим людям дойти до этого. И как во-вторых, он говорит, у нас должна быть добрая совесть. В Деянии 23.1 Павел, говорит, перед Синедрионом. И он говорит, я всей добрую совестью жил перед Богом до сего дня. И затем 24 глава, 16 стих. Посему и сам подвязаюсь, всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Он всегда старается, он всегда стремится к тому, чтобы непорочная совесть была перед Богом, перед людьми. Как бы вертикально и горизонтально. И первая Тимофея 1.9 1.19 Paul starts by saying that Timothy had prophetic ministry over him over whom? Look in verse 18. В 19 стихе He's talking to his son Timothy Павел, говорит, обращается к своему сыну Тимофею в 18 стихе And he said you've had prophecies over your life And with these prophecies You need to be able to wage a good warfare with these prophecies And he said you've had prophecies over your life And with these prophecies, you need to be able to wage a good warfare with these prophecies Some people want to get you aside and give you a prophetic word, but they say don't share it with your pastors, don't share it with your pastors. I don't share it with anybody, but thus says the Lord Кто-то хочет отвести вас в сторонку И тихонечко сказать Я хочу сказать тебе пророчество, только никому не говори, никому не говори, ни пастору Нужно быть осторожными в отношении такого рода пророчеств Пророчество от уважаемых людей, почитаемых людей, которые находятся под властью, которые проверены потом Пророчество станет хорошим источником и хорошим средством нашей борьбы, нашей борьбы Нашей войны, нашего воинствования So Paul tells Timothy, you've had some powerful prophecies over you that were right prophecies And you need to keep these prophecies in mind and wage a good warfare In the journey God has for you Having faith and a good conscience Имея веру и добрую совесть В девятнадцатом стихе Вера влияет на наше будущее Если у нас нет веры, то они будут и силы идти дальше Но добрая совесть влияет на наше прошлое Потому что Если что-то из прошлого есть, которое нас отехащает, оно будет нас задерживать, чтобы мы не продвигались дальше Поэтому нужно воинствовать соответственно с этими пророчествами Нужно иметь веру, чтобы продвигаться вперед И нужно иметь добрую совесть, чтобы от прошлого уходить дальше И он говорит, что некоторые отвергли добрую совесть и веру И в результате этого они потерпели кораблекрушение Это можно сказать Такая фраза из морского Кораблекрушения Морского словаря Мы не хотим, чтобы наша вера потерпела кораблекрушение Поскольку мы отправились в это путешествие на своем корабле И мы хотим доплыть до следующего берега Мы не хотим отклониться от курса Где-то потерпеть кораблекрушение На каких-то скалах застрять И не добраться до Божьей судьбы Очень важно, чтобы у нас была вера и добрая совесть Потому что это поможет нашему кораблю держаться на плаву И Павел сказал, что я сохранил добрую совесть перед Богом и перед людьми И когда, если мы возвращаемся к 1 Тимофея 1.5 Моя цель Это любовь от чистого сердца Доброй совести И нелицемерной веры Это наши цели в служении людям Мы хотим, чтобы они завершили свое путешествие благополучно Когда я только был еще молодым верующим То я посетил конференцию одного человека, которого звали Билл Готард И некоторые из этих принципов взяты из того семинара Он очень благочестивый человек Который понимает и который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы изучать пути Господни И он говорит о важности доброй совести И он говорит, что если есть что-то из прошлого То, что отягощает вашу совесть Есть ли вообще какой-то человек, который посмотрит вам в глаза И посмотрит вам в глаза и скажет вам Что ты поступил со мной таким образом и так и не попросил прощения Есть ли какой-то человек, который может такое сказать Ты такое сделал и не попросил прощения И он говорит, что составьте список Когда Дух Святой это вам напомнит И возвратитесь назад и очистите свою совесть Очень легко, когда мы просим прощения Часть вины перекладывать на другого человека Вместо того, чтобы полностью взять ответственность за свой грех И многие из тех грехов, которые были в прошлом В них также принимали участие другие люди Которые, можно сказать, тоже одинаковым образом Виноваты Но в некоторых случаях это не так Иногда что-то в нашей совести отягощает нас Из-за того, что произошло в прошлом И мы говорим, ну я был неправ на 90% Они так не покаялись в своих 90% вины Это очень плотское размышление И также я узнал, когда я беру на себя ответственность за свои 10% И что я не должен их разоблачать Не должен их как-то Их ниже ставить еще что-то И Бог сотворит чудо и освободит меня А все остальное уже от них зависит Самое основное в том, чтобы у нас была добрая совесть перед Богом и перед людьми Некоторые люди постоянно Как бы себе копаются, копаются Свою вину постоянно ищут Я не говорю об этом Но я говорю о том, чтобы Дух Святой напомнил вам Показал вам то, что было в прошлом И чтобы Он освободил вас И когда я ожидал Бога Когда я пытался вот эту добрую совесть приобрести перед людьми Бог простил меня, простил мои грехи Но я все еще хотел иметь добрую совесть перед моими братьями Бог начал мне напоминать о ситуациях, людях, обстоятельствах Когда я должен был возвратиться и попросить прощения И очень важно было то, чтобы Тех слова, которые я подбирал Я никаким образом бы не переломал Вино на них На том, чтобы я взял ответственность за свои действия И не обвинял их И попросил у них прощения Я даже не знал, где находятся некоторые из тех людей Где они живут Но я узнал, что если вы хотите сделать первый шаг И все привести в порядок с теми людьми То Бог сделает так, что ваши пути сойдутся И вы их найдете Если вы их не видите, а потом в какой-то день вы их встретите внезапно То вы должны быть готовы к тому, чтобы все привести в порядок Поэтому в своих попытках В своей попытке Моя добрая совесть у меня была Этот список от одного пункта ко второму переходил И я служитель, я пастор И на протяжении многих лет Консультировал многих людей И были такие случаи, когда мне говорили Ну, этот пастор так со мной поступил И так я никогда не извинился Или же тот человек что-то не то мне сделал И так я никогда не привел отношения в порядок Сексуальное изнасилование Или другие какие-то поступки, которые были постыдными Нужно очень много веры для того, чтобы возвратиться в прошлое И попросить прощения Также нужно много смирения, чтобы признать свою неправоту и просить прощения И как вы готовитесь к лидерству И вы хотите стоять перед общиной Или перед толпой И иметь это чувство мира в своем сердце Что никто не будет сидеть там И не достанет платочек и будет вам махать Помнишь меня? Помнишь, что ты со мной сделал Мы хотим, чтобы у нас была добрая совесть Насколько это возможно Поэтому Бог начал составлять этот список И над которыми я начал работать тоже Это было очень смиряющее событие или опыт Я приведу один пример там В чем мне надо было возвратиться в прошлое И просить прощения Возможно, это была какая-то мелочь вообще Но в этом мне надо было вручаться Когда я был в школе еще В средней школе И я был с другом И у этого друга была подружка Она ему нравилась И он ей перестал нравиться Поэтому это обидело его И мы решили пойти И закидать ее дом яйцами Ее отец был пастором или служителем И поэтому мы пошли Бросали яйцами дом, машину Это было глупо очень Яйца вообще могут даже испортить краску машины Если там долго будет Делают ли это в Украине и Россию? Делают ли это в Украине? Делают ли это в Украине? Нет, нет Может быть это американское Может быть это американское И забросали мы дом И забросали машину И короче можно даже Так машину испортить Если долго будет И я знал, что меня нравилось Возвращаться к этому пастору И просить прощения За то, что я сделал Я его знал Даже лично знал И мне не обязательно было говорить Что допустим Я был со своим другом этим Мы вдвоем этим это делали Ну конечно он это захотел Идею правил Но я же присоединился Я знал, что Бог меня обличал Поэтому я позвонил этому пастору И я сказал Пастор, вы меня не знаете Я тот и тот Я хотел бы что-то Исповедовать Перед вами Мне очень стыдно За это Но вот столько-то лет назад Я бросал яйцами В вашу машину Ваш дом Это было очень глупо Можете меня простить? И так же Я хочу возмещение сделать Заплатить за то Что было потеряно Или ущерб какой-то нанесен Он сказал Я прощаю тебя И он сказал Знаешь, Фейн? Я не знаю, что такое вообще было Я даже не знаю Может быть, там дождь потом прошел позже Или что произошло Это, наверное, милость Божия была Но, по крайней мере, все равно Я был готов Возместить все Весь ущерб Я тебя освобождаю И очень ценю то, что ты Чистил свою совесть и исповедал это Пусть Бог благословит тебя Я поставил трубку И я чувствовал себя ценой на миллион долларов О, спасибо Бог Можно сказать, это один еще пункт, который я вычеркнул из этого списка И я могу рассказать много других историй Я могу рассказать много других историй И некоторые были намного хуже, чем этот пример Возвратиться назад и попросить прощения Очистив свою совесть Как Павел говорит, чтобы избегать этого багажа Который может стать причиной кораблекрушения Это была одна из целей Павла в его служении и в его жизни Я хочу буквально пару минут уделить молитвы Чтобы мы помолились и ожидали Бога Это наше первое практическое занятие Я не хочу, чтобы вы смотрели на листки соседей Но попросите Дух Святой Если кто-то, перед кем вы должны извиниться Возвратиться в прошлое И снова, это не то, что вы должны идти на прошлое и обвинять тех людей Но сказать, вот что я сделал И можешь ли ты меня простить И также иметь желание сделать необходимое возмещение Ущерба Слова, которые вы будете использовать, очень важны Вы должны подумать об этом заранее То есть взять на себя ответственность Просить прощения И если необходимо, сделать возмещение ущерба Я хочу, Господь, молиться о классе Независимо от Твоего Духа Святого Или же те люди, которые какой-то день будут видеть это видео И студенты, которые сейчас в классе И мы останавливаемся на минутку И просим, чтобы Ты пришел Чтобы Ты повел на нас сейчас И чтобы это напомнил нам Господь О любом человеке, перед кем мы должны попросить прощения И мы хотим иметь добрую совесть Халлелуя Халлелуя Давайте буквально несколько минут тишине быть перед Богом Если вам понадобится больше времени Потом уже лично с Богом То я поощряю вас, чтобы вы сделали такое упражнение перед Богом Очень важно так сделать однажды В своем хождении перед Богом Затем, когда вы будете жить с Богом То, когда что-то будет происходить не так Вы сразу будете с этим справляться Но сейчас Заметьте себе Что, что вам покажет Дух Святой Мы прочитали 1 Тимофея 1.5 Цель увещевания в жизнях людей Что это? Три вещи Love, faith, and conscience Love from a pure heart Good conscience, sincere faith Любого чистого сердца, добрая совесть, нелицемерная вера So let me now share the three aspects of counseling И я сейчас хочу рассказать о трех аспектах консультирования Three aspects of counseling Трех аспектах Три аспекта консультирования Number one Первое Помочь людям увидеть происходящее, как то видит Бог Помочь людям увидеть происходящее, как то видит Бог Это называется мудрость Помочь людям иметь мудрость Что такое мудрость? Это мудрость, это помогать людям видеть то, как видит Бог Божья точка зрения Если мы находимся в лесу Иногда трудно найти выход из леса Но если бы только нас кто-то поднял над всеми деревьями Когда мы сможем увидеть на большие расстояния То увидим Бог Направление, куда нужно идти Там вижу, что проясняется что-то Мудрость — это помочь людям стать над проблемами и обстоятельствами И увидеть все это с Божьей точки зрения Как Иаков говорит, чтобы мы просили мудрость без сомнения с верой Я знаю очень хорошо известного христианского лидера Он очень известен благодаря своей мудрости И кто-то спросил его, в чем источник твоей мудрости? Он говорит, каждый день Я делаю так, как сказал мне Яков И я молюсь о мудрости Мы должны молиться о мудрости Мы хотим быть мудрыми людьми И также помочь другим людям становиться мудрыми Книга-притча — очень хорошая книга для приобретения мудрости Можно сказать, в течение месяца можно читать по одной главе Были такие времена, когда я читал постоянно книгу-притч И просил Бога о мудрости Мы хотим помочь людям увидеть с другой точки зрения Второй аспект консультирования Это направлять других людей к тому, что Бог хочет от них Направлять людей в том, что Бог хочет от них Чтобы они делали Библия называет это понимание Люди нуждаются не только в мудрости Люди также нуждаются в понимании того, что Бог хочет от них Чтобы они делали Как я только был еще молодым верующим Новопрощенным Я просто очень был радостным И как жить в Духе Божьем И это все было очень ново для меня Я вырос в замечательной христианской семье Но не очень много учений было в отношении Духа Святого и силы Божьей И когда я встретился с Духом Святым И Бог начал открывать Мои глаза И я начал видеть те сферы, те реальности О которых даже не подозревал Мне нужна была не только мудрость, но и понимание Помню, один мужчина пришел к нам в общину Он был евангелистом и он проповедовал об исцелении Силе Божьей и способности Бога исцелять И он спросил Кто нуждается в исцелении, выйдите В то время я носил очки И я имел веру, что Бог хочет исцелить мое зрение И я вышел вперед, и он помолился обо мне И он говорит, а теперь делай то, что ты раньше не мог делать Поэтому я снял свои очки И я сказал, я исцелен во имя Иешуа И я продолжал свое исцеление И верил в то, что я могу видеть Пару дней спустя Я увидел одного из наших пасторов И он спрашивает, я заметил, что ты очки свои не носишь И спрашивает, Бог тебя исцелил? Я сказал, да Да, он исцелил меня Он говорит, хорошо И я правильно понял, теперь ты стопроцентно, может, видишь Я сказал, да Да, я исцелен Он мог точно видеть, что я не слишком-то убежден Но я пытался в себя вести И он спрашивает, ну, слушай, Вейн, ты что, сейчас лучше видишь, чем видел раньше? Я сказал, нет И я говорю, нет Он говорит, лучше тогда одень очки, прежде чем кого-то ты не задавил в машине Переехал кого-то И я нуждался в том, в каком-то человеке, который помог бы мне понять, что произошло на той молитве Бог дал желание мне в том, чтобы мои глаза исцелились Но также я не мог быть таким, настолько глупым, чтобы водить машину, когда я плохо вижу И то, что я не был честным в отношении того, что глаза не видели Интересно, что несколько лет спустя Бог чудесным образом дал доктора Который предложил сделать небольшую операцию на глаза, которая полностью исправила зрение И даже ничего не взял с меня за это Поэтому Бывают времена, когда мы нуждаемся в тех людях, у которых больше опыта хождения с Богом Которых есть не только мудрость, они могут поделиться не только мудростью, но и пониманием, что нам следует делать Как применять в жизни истину Слова Божьего Понимая свою уникальную ситуацию И как это применить в своей жизни Третий аспект консультирования Это поощрять других к вере и смирению, делать то, что Бог хочет от них Поощрять других к вере и смирению в том, что Бог хочет от них, чтобы они делали Библия называет это послушанием Для послушания нужна вера и смирение У многих людей есть мудрость Возможно, даже у них есть понимание Но они не будут послушными и не будут это исполнять Консультирование необходимо не только мудрость, не только понимание Но также нужно поощрять других к вере и к смирению для того, чтобы быть послушным Я обнаружил, что некоторые люди приобретают мудрость Также у них появляется понимание, как это применить на практике А потом они начинают размышлять и раскручивать все последствия своего послушания Если я послушаюсь, если я это сделаю То как это повлияет на мою семью Как это повлияет на мою работу И на мои финансы Отговаривают от послушания Богу То время, как нужно больше сконструироваться на послушании На послушании, а не на каких-то Постигаемых последствиях нашего послушания Предполагаемых последствиях Так как мы знаем, когда мы слушаемся, то есть благословение Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы Или комментарии К этому моменту Или то, что я говорил о доброй совести Вы еще со мной? Следите за мной Все ясно Поэтому мы говорили о нашей цели в консультировании О трех аспектах консультирования А теперь о основных Основополагающих моментах Для того, чтобы дать Божий совет Благочестивый совет Восемь сфер для того, чтобы совет был Божий, от Бога такой Благочестивый И будет очень хорошо знать эти восемь сфер Запомните это в случае, если это будет на тесте Первое У нас должен быть страх Божий У нас должен быть страх Божий Псалм 25 Псалтырь Псалом 25 Verses 12-14 24 Псалом Стихи 12-14 Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать Душа его прибудет во благе И семя его наследует землю Тайна Господня боящимся его И завет свой он открывает им Псалом 24 Стихи 12-14 Притча 9-10 Начало мудрости и страх Господень и познание святого разума Если мы хотим иметь мудрость У нас также должен быть страх Господень Без страха Господнего вы не будете эффективным советчиком Или консультантом У вас не будет мудрости без страха Господнего Притча 15-3 На всяком месте очи Господни Они видят злых и добрых Если у нас страх Господень Также мы поймем, что Бог знает все И он будет у нас вознаграждать В соответствии с злом или добром Что мы делаем И страх Господень Концентрируется в основном на Божьем мнении А не на том, что думают люди Была одна книга написана И она называлась Интеллектуалы И этот автор разобрал Жизни этих великих интеллектуалов И он увидел, что было вообще Разногласия их интеллекта с их моральностью Руссо, который принимал участие Во французской революции Очень большим интеллектуалом И его труды Произвели большую революцию И он написал такое, что Государство должно Нести ответственность За воспитание детей Но если вы посмотрите на жизнь Руссо То у него были дети от разных женщин И что происходило В основном все они оказывались На улице У него самого не было Достаточно морального характера Чтобы заботиться о своих детях И быть им отцом Его труды Его труды влияли на весь народ Но его моральный характер Был настолько в заблуждении Он даже изобрел целую философию Для того, чтобы очистить Свою совесть Свой ум У этого человека не было страха Господня У вас может быть очень мощный интеллект Но без страха Божьего Карл Маркс И как вы знаете Карл Маркс даже никогда Нагой не ступал На территории заводов Был очень аморальным Но все же очень сильно Повлиял на Социалистический образ мышления И тот человек Перечисляет Тех других интеллектуалов У которых не было страха Божьего И как их образ мышления Повлиял на множество людей Но в то же самое время Их мораль была На очень низком уровне И у них не было страха Божьего Если мы хотим быть эффективными Консультантами То наш первый шаг Это страх Господня Больше переживать о том Что Бог думает А не о том Что они думают Я не говорю о том Чтобы идти по головам людей Или говорить истину Так же жестоко и жестко Мы об этом поговорим попозже Но Если мы будем давать людям То что они хотят А не то что хочет Бог То мы не сможем быть Эффективными Консультантами Помните, что Иешуа Спрашивал Петра Ты меня любишь? И три раза он это спрашивал И говорит Если любишь меня То посей овец моих Заботься о моих овцах Наш первый фокус Это любовь и страх Божий И давать людям то Что Бог хочет Второе основное качество Для консультанта Для того, чтобы Давать благочестивые советы Наш ум должен быть Обновлен истинной Слова Божьего Обновленный ум Истинной Слова Божьего Я хочу, чтобы вы Открывали Писание Студентой И Таня будет передавать Микрофон И вы будете читать Римлянам 12 1-2 Вадим Псалм 119-105 118-й Псалом 1-5 Наталья Иоанна 17-17 Наталья Иоанна 8-31-32 Иоанна 8-31-32 Римлянам 12-1-2 Итак, умоляю вас, братья Милосердием Божьим Представьте тела ваши В жертву живую Святую Благоугодную Богу Для разумного служения вашего И не сообразуйтесь С веком сим Но преобразуйтесь Обновлением ума вашего Чтобы вам познавать Что есть воля Божья Благая, угодная и совершенная Очень важно, чтобы Слово Божье было Нашим путеводителем Чтобы мы думали Словом Божьим Они поддавались Влиянию мира Блаженны непорочные в пути Ходящие в законе Господнем Блаженны хранящие откровения Его Всем сердцем ищущие Его Они не делают беззакония Ходят путями Его Ты заповедовал повеление Твоих храни твердо О, если бы направлять пути мы К соблюдению уставов Твоих Солом 118, 105 Слово Твои светильник ноги Освяти их истинною Твоею Слово Твое есть истина Иоанна 17, 17 Иоанна 8, 31 и 32 Тогда сказал Иисус К уверовавшим Него Иудеям Если пребудете в Слове Моем То вы истинно Мои ученики И познаете истину И истина сделает вас свободными Притчи 16, 20 Притчи 16, 20 Притчи 16, 20 19.21 притчи 19.21 19.21 Do Psalm 33.11 It's different Okay, that's fine We'll go ahead and read Proverbs 16.20 Притчи 16.20 Кто ведет дело разумно тот найдет благо и кто надеется на Господа тот блажен Мудрый сердце прозовется благоразумным и сладкая речь прибавит к учению Okay Proverbs 19.21 There are many plans in man's heart but it's the Lord's counsel that will stand What was that? Proverbs 19.21 Okay Read Proverbs 21.30 Go ahead and read Proverbs 21.30 21.30 21.30 Нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу Okay Now Psalm 33.11 Roman can do that What it says? Psalm 33.11 And then Pavel can read 1 Peter 4.11 1 Peter 4.11 1 Peter 4.11 1 Peter 4.11 We need to be speaking as God speaks. Yes That's it for now Yeah We need to be speaking as God speaks And the way we can speak the way God speaks is to speak His Word And the way we can speak only when we speak His Word You know one of the great secrets of prayer is to pray the word of God to pray the word of God get a passage of scripture and just pray it открыть место Писания и молиться им некоторые люди говорят я не знаю чем молиться просто молись Словом Божьим и тогда наш ум начинает приобретать мысли Божьи и мы молимся и молимся о воле Божьей и это Слово начинает обновлять наш разум я знаю об одном великом муже из Мексики он поднимается каждое утро в 4 утра каждое утро он отводит 2 часа для общения с Богом с 4 до 6 утра и он просто молится и Слово Божье это его время провождения с Богом когда что-то вдруг очень ярко для него он останавливается и задумывается об этом а потом дальше молится и думает о ком могу я помолиться в отношении этого стиха допустим он знал силу он знает силу Божьего Слова силу молитвы по Слову Божьему и силу размышления над Словом и он был очень такой четкий в своем консультировании другим людям он мог очень четко ясно различить проблемы и сказать людям и поскольку Слово Божье постоянно его омывало и мне нравится разговаривать общаться с мужем и женами Божьими о том как Бог ведет их время провождения и нам нужно быть осторожным в том чтобы не копировать кого-то потому что это может стать просто мертвым по плоти и наше общение с Ним должно быть свежим и сочным и живым и один из динамичных проповедников в Израиле в наши дни это Ашер Интрейтер он близкий друг и он помогает руководить МЖБИ в Иерусалиме каждое утро он читает Библию час просто читает размышляет и просит Бога дать откровение и именно в то время когда он питает свою душу к нему приходят новые откровения для служения он читает это для себя очень часто такая ловушка бывает что мы читаем слово для служения чтобы поделиться кому-то но не для себя очень часто из-за того что постоянно нужно делиться кому-то что-то рассказывать говорить проповедовать нужно они всегда думают о том что сказать другим но не уделяют времени для того чтобы себя питать так же когда я увидел что слово Божие мы воспринимаем как пищу для себя и которая говорит для нас лично Бог нас удивляет делает сюрприз и то что он говорит нам так же может послужить и другим людям происходило ли это с вами когда-то то что Бог говорил к вам лично из этого получается что вы этим делитесь можете делиться с другими но это было к вам сначала сказано бывали времена у меня когда я был очень сухой духовно засушен для меня когда я один день уделяю посту ничего не ем я отделяюсь от общения с другими и начинаю читать псалмы то Бог будет говорить ко мне и начнут просто оживать эти слова и как бы он начинает питать мою сухую душу и когда такие периоды засухи бывали я хочу слышать Бог а я уделялся и читал слово и ко мне приходили мысли Божьи Ишуа сказал Сатане что человек будет жить не только хлебом одним но словом который сходит из уст Бога поэтому мы должны зависеть от слова Божьего для того чтобы быть эффективными консультантами третий качество мы need to have an eternal outlook on life eternal и третье качество это взгляд на жизнь с точки зрения вечности взгляд на жизнь с точки зрения вечности 2 Коринфянам 4 17 18 2 Коринфянам 4 17 18 2 Коринфянам 2 Коринфянам 2 Коринфянам 4 4 17 4 16 18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу когда мы смотрим ненавидимое но на невидимое ибо видимое временно а невидимое вечно 2 Коринфянам 2 Коринфянам 2 Коринфянам 4 17 18 says we don't look at the things that are seen the things we're unseen here ok eternal glory okay the things which are seen or temporary but the things which are not seen are eternal то что мы видим это временно то что мы не видим это вечно если мы хотим эффективно консультировать то нужно иметь эту точку зрения вечности если мы думаем временными рамками то мы будем давать такие временными рамками но если мы думаем с точки зрения вечности то мы дадим такой совет, который повлияет на всю вечность так множество людей живут и на них влияют временные аспекты, но не вечные хочу привести пару примеров у меня есть один знакомый, пастор, и он молился об одной женщине, именно о ее муже тот муж совершил прелюбодеяние и ушел от жены и детей и он жил без Бога и он не видел никакой необходимости в том, чтобы возвращаться в семью они молились о том, чтобы Бог возвратил его к семье, к жене, к детям то вдруг внезапно его бизнес терпит крах и у него возникают огромные финансовые проблемы этот груз ответственности финансовые, также требования кредиторов на них он так и навис, так что он уже отчаялся и он сказал, Бог, я сделаю все, что необходимо для того, чтобы возвратиться на правильную дорогу и в один день он просто взывал Богу, молился, кричал, Бог, что мне делать и мой вот этот друг, пастор, пошел туда и он служил этому мужчине просто Бог хотел, чтобы этот мужчина был в этом состоянии он был смирен и он был готов сделать все, что необходимо для того, чтобы все вернулось в нормальное состояние и этот человек думал, он думал такими плотскими параметрами и он думал, что ему нужны деньги для решения проблемы и он спросил моего пастора, друга, можешь ли ты мне отложить денег? можешь ли дать мне денег, чтобы помочь мне в этой ситуации? а мой друг, пастор, был очень милостивым человеком и он дал ему деньги и сразу же это давление ушло из его жизни и снова он сердцем отвернулся и пошел жить той же мечтевой жизни и мой пастор друг говорит, я таким глупцом был потому что я думал в рамках таких временных, а не вечных Бог делал в жизни этого человека что-то, а я этого не увидел нам нужно думать в рамках вечности, а не временного я хочу привести примеры этому, но мы это сделаем после перерыва мы говорим о восьми основных качествах, которые необходимы для консультанта чтобы давать благочестивые советы и консультации мы, как мы уже сказали, страх Господин ум, обновленный истиной Слова Божьего и также вечная точка зрения точка зрения вечности хочу привести еще один пример почему так важно иметь точку зрения вечности с позиции вечности, когда я был пастором то одна из обязанностей, которая на мне лежала то все все те, кто хотели жениться, выйти замуж сначала должны были встретиться со мной и получить мое благословение, одобрение и поскольку церковь была большая, то постоянно к нам приходили пары то есть сначала я давал благословение, а потом они шли к какому-то из пасторей и получали такое консультирование перед браком поэтому моя ответственность в страхе Господнем была в том, чтобы определить является ли это воля Божья для них либо же является ли это верное время и они говорят мне, Вейн, мы в трудной ситуации он не знал, это является ли воля в том, чтобы он женился они были вместе, может быть, уже шесть лет и он был очень нерешителен в том, чтобы жениться на ней она хотела выйти за него замуж очень сильно она любила его и по моему мнению, ей приходилось со многим смиряться и поскольку он там говорил, типа, я не знаю, люблю ли я ее хочу ли я женился на ней она там сидела и слушала и он говорит, Вейн, я хочу угодить Богу но я просто не знаю, есть ли это воля Божья я думаю, вероятно, ожидал, что его ударит молния с неба и я узнал, что мужчины иногда бывают таким и я был таким те, которые хотят угодить Богу иногда это для них так сложно то же самое бывает и женщины в частности, те люди, которые любят Бога и которые не хотят совершить ошибки и я почувствовал, что в тот момент Бог дал мне некоторую мудрость поскольку я знаю важность родительского благословения и что самое первое я хотела знать в том консультировании благословляют ли ваши родители согласны ли твои родители, отец, мать с этим браком поэтому я спросил его и он говорит, ну знаешь, мой отец не знает Господа моя мама очень посвященная, верующая, но не мой отец и я почувствовал сказать ему в тот момент, что, знаешь, отец твой даст тебе очень хороший совет в этом и просто такое у меня ощущение, что если твой отец за это, то просто женись я не говорю, что это совет абсолютно для каждого супружества это слишком все упрощенно но в ситуации той я почувствовал, чтобы спросить его как твой отец, что твой отец думает по этому поводу он говорит, что мой отец не духовный человек я даже не хочу его спрашивать об этом я начал ему показывать из Писания что есть благословение благословение в частности благословение от родительской поэтому он так не спеша пошел к отцу сам же этот мужчина был очень ревностным верующим и как только он спасся, покаялся, он был просто ревностным, горячим для Бога и отец в его новой вере просто усмотрел новую форму независимости проявление независимости иногда родители могут видеть в нашей вере как еще одну форму бунтарства мы не слушались их, когда мы были не спасены и где мы не слушаемся их сейчас это просто еще один вид бунтарства и ничего не было привлекательного в этой вере и он пошел к своему отцу, потому что верил, что Бог через меня ему говорит и он пошел к отцу и говорит ну отец знаешь, мы с этой девушкой уже шесть лет вместе и я ожидал какого-то подтверждения должен ли я жениться на ней или нет а мой пастор Уэйн Уэйн говорит мне тебя спросить, что ты мне скажешь и я то и буду делать это вообще был первый раз, когда он вообще в чем-либо посвятовался со своим отцом поэтому его отец очень серьезно к этому отнесся и он говорит, знаешь сын она замечательная молодая девушка и мы просто будем очень рады видеть ее в нашем доме и я думаю, что ты должен жениться на ней и как только его отец сказал это просто в его сердце вера появилась и он точно знал, что ему это следует делать она заслуживает корону как венец на небесах за то, что она терпела на протяжении шести лет она бы вышла замуж после шести месяцев и она ждала и ждала пока он решит одно или второе и они попросили меня, чтобы я провел церемонию бракосочетания и его отец полюбил меня и он подумал, что я самый великий человек потому что я такой совет дал чтобы тот почтил совет своего отца в то время как его отец вообще никакого совета не хотел получать от отца и он думал, что я просто фантастический что я могу для вас сделать? спасибо вам! то есть такое ощущение, что снова мой сын вернулся ко мне он меня слушает я не пытаюсь своего сына контролировать, он говорит просто появилась возможность дать хороший совет который поможет ему в жизни и я провел церемонию бракосочетания сейчас у них четверо детей и они даже есть мальчик-девочка которые рыжеволосые и они сейчас подрастают но год спустя после свадьбы отец умирает этого человека и его сын говорит мне и я хочу поблагодарить вас поскольку в течение этого одного года у нас было такое прекрасное общение с отцом всегда я к нему относился как к недуховному человеку а он всегда был хорошим человеком он заботился о нашей семье любил мою мать любил наших детей а я никогда не отводил время для того, чтобы прислушиваться к ним и он говорит, что в этот последний год наше общение было таким богатым насыщенным я благодарен Богу, что Он обратил мое сердце и сердце отца ко мне и как последняя глава в Танахе говорит что это есть пробуждение когда сердца отцов обращены к детям и сердца детей обращены к отцам а, и то есть всю вечность они будут вместе и даже тот отец был всегда верующим но сын всегда ожидал от него чего-то другого что он должен быть другим то есть у сына был такой образ в голове кто такой настоящий верующий хотя тот был уже верующим и если мы даем временное временное консультирование такие временные советы они дадут временное решение и будет временное решение награда но если мы мыслим с точки зрения вечности когда мы консультируем людей то Бог даст нам вечные награды и еще один пример могу привести одна пара пришла ко мне и я спрашиваю этого парня получил ли ты благословение ее родителей они были старше то есть это пара которая была старше возраста женщина была вдовой ее первый муж умер они были даже старше чем я и просто спрашивают меня зачем мне вообще мы уже взрослые люди зачем спрашивать отца родителей кроме всего прочего я не думаю что они нам дадут благословение я на основании Писания рассказала о почитании родителей и это первая заповедь с обетованием то что ты хочешь жениться и жениться с благословением родителей независимо от того сколько вам лет или сколько лет родителям поскольку они переживают о своей дочери и хотят чтобы их дочери заботились и он говорит мне ну Вейн я боюсь этого делать поскольку они могут сказать нет ну я говорю ну давай посмотрим что произойдет и даже если скажут нет то узнаем почему нет и возможно они видят что-то в тебе что нуждается в исправлении также он говорит мне что ну тот мужчина отец ее не очень такой духовный ну просто иди поговори я говорю он пошел к нему и к его большому удивлению тот человек дал благословение и такое ощущение что что-то произошло то есть сердце свекра тестя сердце от этого будущего зятя они повернулись обратились друг к другу и все еще этот который пришел за советом зят рассказывает мне как он благодарит меня рассказывает мне что благодаря тому поступку у него такие замечательные отношения с тестью и его жена она работает в МЖБИ и Бог в консультировании самому и у него есть свои принципы свои методы пути если мы только хотим избежать какого-то потенциального конфликта и дать какое-то временное решение проблемы дать какой-то временный совет то будут такие же временные результаты нам нужно думать в рамках вечности того как Бог видит это с позиции вечности четвертый пункт четвертое качество следует говорить так чтобы люди смогли услышать нас говорить так чтобы люди смогли услышать нас давайте прочитаем некоторые места описания притчи шестнадцать двадцать двадцать первый, двадцать третий, двадцать четвертый стихи мудрый сердцем прозовется благоразумным и сладкая речь прибавит к учению сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его приятная речь сотовый мед сладко для души и целебно для костей приятная речь или приятные слова подобны тому как вы кушаете мед восемнадцатая глава двадцать первый стих смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов его двадцать седьмая глава девятый стих масти курения радует сердце так сладок всякому друг сердечным советом свои эфисианам четыре двадцать девять никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания в вере дабы оно доставляло благодать слушающим от глупых и не от глупых и невежественных состязаний уклоняйся зная что они рождают ссоры рабу же господа не должно ссориться но быть приветливым ко всем учить учить учительным не зло бивым скротностью наставлять противников и не даст ли им бог покаяние к познанию истины чтобы они освободились от сети дьявола который уловил их свою волю он рассказывает о том как слуга господин должен служить и мы это применяем к консультированию не ссориться это вовсе не поможет делу когда вы ссоритесь но вы должны быть мягкими терпеливыми способными к учению и также в смирении исправлять направлять тех кто противится не даст ли им бог покаяние так чтобы они знали истину тематически Не даст ли Бог покаяние к познанию истинности, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот представьте себе такую картину. Есть Божья часть и есть наша часть. Если мы делаем свое дело, свою часть, то Бог говорит возможность делать свое. Бог возможно, то есть это не точно известно, но возможно. Также мы можем быть уверенными в том, что если мы свое часть сделаем, то Бог не будет освобожден для того, чтобы он свое дело сделал. Поэтому в консультировании других людей нам нужно сотрудничать с Богом. И нам следует говорить так, чтобы люди смогли услышать. Так, чтобы люди смогли услышать самого Бога. Если мы не терпеливы, если мы начинаем ссориться, это просто их отрежет от вообще способности слышать Бога. Иногда во время консультирования люди могут быть очень трудными, очень упрямыми. И это очень большой такой вызов для служителя, для консультанта, чтобы в смирении исправлять их. В нежности, в мягкости, в незлобивости. Проявлять терпение, когда внутри, возможно, ты кричишь, ты глупец или там дурак. Или все, что мы чувствуем внутри, не обязательно нам произносить вслух. Те эмоции, которые поднимаются внутри, нам не обязательно говорить. Помните, что мы сотрудничаем с небесами. Мы сотрудничаем и имеем это доверие, что Бог что-то сломает и освободит их от дьявола. Освобождение не всегда происходит тогда, не тогда, когда мы молимся какими-то сильными молитвами над кем-то. Бог может дать освобождение, когда мы сотрудничаем с небесами и также контролируем свой дух. Видите ли вы это в Писании? Да? Или нет? Видите ли вы это в Писании? Да. Да. Мы должны говорить таким образом, чтобы люди смогли услышать нас. И бывали такие ситуации в консультировании у меня, что человек учился, он понимал сразу... И потом, в самую последнюю минуту, этот консультируемый говорит, какие-то такие провокационные слова, вопросы... И этот консультант просто со всей злобой на него регулирует, а ты, ты дурак! И это все просто разрушает. На самой последней минуте стадии вообще консультирования. И очень хорошо поразмышлять, помедитировать над этим местом Писания, прежде чем консультировать кого-то. Поскольку мы хотим видеть их освобожденными, и чтобы они получили помощь. Допустим, я вот недавно разговариваю с Данилом Джастером через e-mail по компьютеру, что нам нужно делать по поводу этого человека. И я чувствую эти эмоции внутри меня поднимаются. И нам следует реагировать так, как слухам Господним. Или так же, как я и другие братья тоже общаются по другим ситуациям. И я знаю, что этому человеку нужна Божья помощь. И этот человек не получит помощи, если будет гнев или какая-то неправильная реакция. Нам следует говорить так, чтобы люди смогли принять, смогли слышать, и в конечном итоге принять, и услышать Бога. Turn to James, chapter 1. Иакова, первая глава. Verses 19 and 20. 19 и 20 стихи. Go ahead and read that. Братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Не будет правды Божией или праведности Божией, если мы будем гневаться. Быстрое на слышание, слышание и на слушание, и медленное на слова. И об этом я говорю в классе по власти царствия. Причина, по которой Моисею было запрещено войти в обетованную землю. Причина в том, что Моисей не отразил Духа Божьего в том, как глупость себя повел народ. Народ был очень трудным в том, чтобы их вести. Очень упрямым. И говорили, дай нам воды. Бог говорит, ну проговори камню к скале и появится вода. Он просто был зол. Моисей ударил по скале. Вода пошла. Для нас это кажется как что-то вообще незначительное. Но Бог сказал Моисею, поскольку ты не почтил меня, поскольку ты не представил меня, и ты потерял контроль над собой как лидер. То тебе не будет позволено войти в обетованную землю. Я благодарю Бога за Его благодать. Я лидер, и, конечно, я тоже раньше ударял по скале. Молюсь, чтобы меня не исключили из обетованной земли. Это звучит как очень жесткий урок, очень жесткая жизненная история. Но все же нам следует из этого взять урок, научиться. Бог серьезно относится к тому, как мы представляем Его для тех, кому мы служим. Правильно ли? Представляем. We've all been abused by those in authority. И все were abused. Slendered. We've all been hurt by somebody that's over us. И все те, кто находится у власти, мы, те, кто у власти, кто-то нас когда-то обидел. Неправильно поступил. И в конечном итоге Бог позволил этому произойти. И даже если я позволил этому произойти, для того, чтобы мы научились чему-то. И когда мы становимся лидерами, чтобы мы правильно относились к людям. И поэтому нам также следует говорить к людям, чтобы они услышали нас. Number five. Пятый пункт. We need to be a person of prayer. Нам следует быть людьми молитвы. Vadim? Or you just read, didn't you, Vadim? Yeah. Okay, Natasha. Let Natasha read. Proverbs 3, 5, and 6. And Yuliana. Read Colossians 4, 2 through 6. In all your ways, acknowledge him. You know, God wants us to, I believe God wants us to be people of prayer constantly. И Бог хочет, чтобы во всех ситуациях мы были людьми молитвы. I just finished reading a book for the second time called Practicing the Presence of God. Я недавно завершил, ну, прочитал книгу второй раз уже, которая называется «Практикуя присутствие Бога». It's by Brother Lawrence. Он написал ее, брат Лоренц. Has anybody ever read this book? Кто-то читал эту книгу? Yeah. It's a great book. Это замечательная книга. It's what? Letters and conversations. Это письма и общение. Practicing the Presence of God. Практикуя присутствие Божьего. By Brother Lawrence. By Brother Lawrence. You can get it free on the internet. You can get it free on the internet. You can get it free on the internet. Just Google it, and it's free. It's free. You can download it, put it in a document on your computer. You can download it, put it in a document on your computer, and just read it. It was a humble, catholic cook. Это был смиренный, католический повар из монастыря. Он научился тому, чтобы постоянно размышлять о Боге. Когда он готовил еду. Или когда он какими-то домашними делами занимался. Он научился дисциплине размышления о Боге. И когда даже несколько часов было такое, что он забывал о Боге, не думал о Нем. Он просто сознательно говорил, Бог, я снова буду думать о Тебе. Have you ever heard of a Madame Guillaume? Another great mystic. Madame Guillaume. Have you ever heard of her? French woman. She basically said the same thing. Она говорила, в принципе, то же самое. Что размышления о Боге побуждает к молитвенному состоянию. И зачастую мы думаем, что молитва — это время, отведенное, допустим, утром, 30 минут. Или что-то в этом роде. Затем в течение всего дня и до следующего утра, до семи утра мы даже не вспоминаем о Боге. И я бы сказала, что, ну, не очень-то это самый лучший способ общения с Богом. Have you ever heard of Smith Wigglesworth? Слышали о нем? Он был великий муж веры из Англии. И он сказал, что я никогда не молился больше 30 минут. Но также он сказал, что никогда он полчаса не проводил без молитвы. Потому что он думал о Боге. И эта книга, практиковая присутствие Божие, я бы поощрила к тому, чтобы вы прощли ее. И Павел говорит молиться постоянно. И это тот же самый принцип, как я не думаю, что Павел поощрял постоянно говорить какие-то слова, вербальные молитвы. Или постоянно молитвы языками. Хотя я верю во все это. Но это так приятно проснуться рано утром и сразу обращать свои мысли к Богу. Ничего не прося о Него. Ничего. Не начинай молиться о чем-то, просто думать о Нем. И просто в течение всего дня я думаю и говорю, Боже, я хочу Твоего присутствия. Это непрерывное общение с Богом. И я верю, что Бог хочет, чтобы мы были людьми молитвы, постоянно общающиеся. Стихи 2-6. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвращая тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Молитва — это источник нашей силы. Молитва — источник нашей силы, нашей мощи. Я прочитала историю об одном человеке, о пасторе из Индии. И он был известен тем, что на протяжении всего дня он склонялся на колени. Кто-то приходит к нему в офис и спрашивает, что нужно делать. Он сразу становился на колени. На колени становился. Молился краткой молитвой. И аминь. Потом вставал. Потом опять поговорил с ним. Потом говорит, снова помолимся. Отец, я молюсь во имя Иисуса. Ответь, аминь. Потом снова вставал. Постоянно, где бы он ни был, всегда становился на колени, молился. Ну, я верю, что не следует следовать примеру какого-то человека или формам. Потому что мы должны сохранять это от свежести в отношениях с Богом. Довица говорила, что я лежу на кровати и размышляю о своем сердце. А другие, возможно, пойдут куда-то в ресторан, там, жарю парю и на колени станут. Или же Павел говорит, в одном месте, я хочу, чтобы мужи на всяком месте воздевали руки. Иногда у меня такое чувство возникает. Я могу быть в аэропорту. И я чувствую, что я нуждаюсь в ангельской помощи. И поэтому я просто подниму свои руки, руки, люди посмотрят на меня. Я просто на минуту подниму руки и просто себя очень хорошо чувствую. Я знаю одного евангелиста, он мой друг. Every now and then, he had to scream at the top of his lungs. Every when? Every now and then. He would be moved on occasionally. I see. Периодически он кричал к Богу. He would walk into a toilet. Допустим, он заходит в туалет, ну, в общественный. With many stalls, many stalls. И там кабинок много. And he would scream at the top of his lungs. Он кричит со всей своей мощи. Repent and believe that Jesus is the Savior. Покайтесь и верьте, что Иисус есть Мессия. And he would just feel so much better and he just belongs. I'm sure people in those toilets just don't know whether he would just scream at the top of his lungs that he would just scream at the top of his lungs. I was one of our board members, one of our MJBI board members, one of our MJBI board members, David Rudolph. How do you know David Rudolph? He's a very bold man. He's a very bold man. He's a prophet. Он пророк. And one time I was at an airport with him. Однажды я был в аэропорту вместе с ним. И мы стояли в очереди, чтобы купить билеты. And all of a sudden, he screams at the top of his lungs. Со всей силы. It was quiet. Была тишина вообще полная. And he screams at the top of his lungs. Я говорю, слава! Громко! Громко! And I mean, everybody just turned. И все обращаются на него. And you could see, it was amazing. You could see, most of the people were very mad. И можно было увидеть, что большинство людей просто были злые, злые. But a few of the people, just their hearts just opened up. Их сердце просто раскрылось. And one woman behind the counter immediately said, come. And she just had such interest to help him. She had a great interest to help him. She was selling tickets, so what did you do? Yeah, she was the behind the counter, ticket counter person. Yeah, she was the behind the counter, ticket counter person. Yeah, she was the behind the counter, ticket counter person. And she was the behind the counter person. But David just felt something needed to be broken in the atmosphere. And David почувствовал, что что-то нужно в атмосфере разрушить. He didn't care what anybody thought. And he was the behind the counter, ticket counter person. Все это есть молитва. I'm reading another man by the name of Frank Laubak. He also, like Brother Lawrence, developed this discipline of thinking of God constantly. And he was a famous missionary among the Filipino people. Many Filipinos came to the Lord through this man. But he had such faith, he would walk through a crowd of Filipinos, And he had such faith, that as he was thinking of God, And communing with God, just walking through a crowd, That God was hearing his prayer for these people. And God would be moving to bring the salvation of these people. Do you understand? That somehow it was changing the atmosphere, And opening their hearts to the gospel. Well, we're talking about ministering to people. We need to be people of prayer, people of communion, People of freedom in the spirit to do what God wants us to do, To pray for their well-being. Did you have something you want to say? Do you want something you want to say? I don't have a feeling like that when he called him, Because we have such a name in Russian. What's that? In Russian. What's that? In Russian. In Russian. In Russian. Uh-huh. Yeah, that's good. They might think that. Oh, yeah. Right, 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 yeah. Yeah, 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 but we, in English, Glory is not too often a name, you know. Yeah, Gloria, Gloria, yeah. Gloria is a woman's name. You have the name. Yeah. But, uh, well, anyway, okay, David, You said we need to take a break? Okay, let's take a break, And then we'll come back for just a few minutes, And then we'll conclude for the day. Okay, number six. We need to be a person of love. First Corinthians 16, 14. Let everything we do be done with love. Все, что мы делаем, да будет с любовью. I found that you can say a lot to someone, if they know that you love them. And that you have their best interest at heart. Узнал, что вы можете очень многое сказать людям, когда они знают, что вы их любите, что они заинтересованы в самом лучшем для них. Number seven. Шестой пункт, о, седьмой пункт. We need to be a person of the spirit. Somebody read Romans 8, verses 13 and 14. Римлянам 8, verses 13 and 14. 13, 14. 8, 13, 14. Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сына и Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа становления, который называемого отче. Галатам 3, 3-я глава. Verses. Verses 2 and 3. Стихи 2-3. Галатам 3, 2-3. Сие я только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, что начавши духом, теперь оканчиваете плотью. И до 5-го. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы, ой, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере. Дух Божий дает свободу. Дух Божий дает свободу. Дух Божий дает лидерство, направляет, лидерство дает направление. Дух Божий творит чудеса среди нас. И когда мы консультируем людей, мы также должны зависеть от силы Духа Святого. Сама природа Духа Святого называется утешитель или советчик. Утешитель, советчик, советчик, утешитель. Иешуа сказал, что важно, чтобы он ушел. Так как, если я не уйду, то Дух Святой не придет. И Дух Святой даст утешение и совет. И мы должны зависеть от Духа Святого, который будет нас направлять и творить чудеса среди нас. И в консультировании нельзя упускать сверхъестественный элемент. Мы ожидаем, что Бог будет сверхъестественно действовать. Я был с одним братом, с сестрой. Это замечательная пара. Хорошая. И они так много делали для Царства. Но у них были очень серьезные проблемы в браке. И один из них не хотел продолжать жить дальше в браке. И это был бы очень печальный день, если бы они сдались и решили развестись. Так как они оба любили Бога и хотели удовлетворить Бога. И они прошли этот период, когда им служили. на протяжении нескольких дней несколько нас, служителей, служили им. Молились, общались. Также вместе поклонялись. И в конце того времени такое ощущение было, что, возможно, сегодняшняя большая часть достигнута. И затем мы пошли разными дорогами. И две недели спустя тот, кто подумывал о разводе, начал молиться и паститься, чтобы Бог показал им, что делать. И на самом деле освободил их изнутри. Тот человек не был болен, но на протяжении нескольких дней он начал сильно рвать. Вообще, без какой-то причины сильно рвал. очень часто, когда демоны выходят из человека, то люди рвут. И это было похоже на демоническое освобождение силы Духа Божьего. Мужчина сделал свою часть, но теперь вступил в действие Дух Божий. И невозможно недооценить эту силу Духа Святого, чтобы Он освободждал людей. И, как вы знаете, в этой жизни мы можем встретиться с различными ситуациями. То, что хочет нас осквернить. Враг хочет осквернить, хочет нас поразить. создать давление изнутри нас, говорить, что у нас ничего не получится. И я даже не знаю, как люди без Бога справляются в наше время. Поскольку все, что у меня внутри возникает, я пытаюсь все это приносить Богу. Иногда эта война очень напряженная. И давление очень сильное. Я думаю, что чем ближе я приближаюсь к Богу, тем больше я узнаю в своей слабости. тем больше я узнаю о испорченности своего сердца. И как я ранее уже говорил о брате Лоренсе, и тот муж очень близок был с Богом. 40 лет он ходил с Богом, общался с Богом постоянно. Где-то в возрасте 81-82 года он умер. И я читал его записи когда ему было 80 лет за год до смерти. И он пишет такие слова Я знаю насколько мое сердце испорчено злое что-то в этом роде. Я так ободрила поскольку думаю ну если этот парень уже так плохо о себе думал ну тогда я как бы мне уже я должен не так себя унижать. Павел в первой половине своей жизни говорил Я Я наименьший из апостолов. А в конце своей жизни он говорил Я первый среди грешников. И когда мы ходим с Богом то мы все больше узнаем то насколько мы нуждаемся. Когда еще был новобращенным я был очень ревностным. очень смелым. Я чувствовал что никто мне не нужен только я Бог ничто меня не остановит. Я был очень вообще дисциплинированным человеком. И я думал что вся моя дисциплина и порядочность это все благораспорожение небес уже сами по себе обеспечивает. Я был похож на того мужчину в храме который говорит Господь спасибо тебе я почти два раза в неделю я читаю свою Библию постоянно я такой великий муж Божий ну ничто меня в тебе не остановит а затем Бог позволяет чтобы я периодически падал на свое лицо и показывает мне то насколько я слаб на самом деле и что даже вся моя дисциплинированность это ничто для него моя самоправедность ничего для него не значит и все то кем я являюсь все благодаря ему благодаря благодати Бога и все мы заслуживаем чтобы пасть мертвыми перед Богом никто из нас не настолько праведен не один мы нуждаемся в благодати Божьей и мы нуждаемся в силе Духа Божьего и чувствуя в своей жизни что я только сейчас сейчас я немножко возможно и приблизился к тому моменту когда Бог меня может использовать то есть я наконец-то уже чувствую что наконец-то я ушел с пути Божьего так что ему уже был проход чтобы он прошел я благодарен за прошлое что было в прошлом но мы хотим идти дальше в Боге и это невозможно по нашей силе невозможно с помощью нашей харизмы и невозможно с помощью силы нашего характера нашей личности это ничто для него ничто это не значит но это должно быть по благодати Бога в силе Духа Святого и мы хотим быть людьми которые служат другим в силе Духа Святого и наконец пятый восьмой пункт последний мы должны балансировать истину с милостью баланс истины и милости три отрывка прочтем here okay just you tell them Proverbs 3 3-4 Psalm 85 10-13 maybe you read that one and then James 2-13 Proverbs Psalm 85 10-13 Psalm 85 10-13 so let's read Proverbs 3 3-4 first Притчи читать первая Милость и истина да не оставляют тебя обвяжи ими шею твою напиши их на скрижале сердце твоего и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей Дальше Притчи 3-3-4 Псалом 84 11-12 Милость и истина встретятся правда и мир облобызаются истина возникнет из земли и правда приникнет с небес Иакова 2-13 Ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом James 2 2-13 Judgment is without mercy to the one who's not shown no mercy Mercy triumphs over judgment Now how many of you need mercy? Кому из вас нужна милость? It says here that judgment will be without mercy to the one who has shown no mercy to the one who has shown no mercy How many of you want to judge without mercy? Кто из вас хочет быть судимым без милости? Yet Now we want to be merciful We want to be merciful because we need mercy Years ago we had some very well-known evangelists in the United States Несколько лет назад был один известный евангелист в Штатах And one of them had fallen into moral had a moral failure Yeah One evangelist One of them And he had financial troubles And another evangelist came out very strongly against him and criticized him publicly very harshly And it wasn't six months later that this evangelist was found with a prostitute and people camera people from the newspaper took picture of them It was very humiliating And I've always remembered that I've always remembered that I thought wow How quick things can change And you know before we judge someone harshly И прежде чем кого-то осуждать жестко We need to be considerate of of our spirit and what is the motive of what we're judging So we should in our spirit and what is the motive of our суд and this is not to say we're to be like Eli in the Old Testament in the Tanakh His boys did terrible things and he never corrected he never judged when he was He was constantly merciful and brought the judgment of God on him for doing the other extreme He was constantly He was constantly milestive so it was to be able to balance proper judgment нужно сбалансировать праведный суд правильный суд очень ясный суд также с праведной милостью чистой милостью и также смирением понимая, что тот суд, который мы осуждаем такой же суд будет и на нас навлечен So God help us all to be good ministers good counselors and be the kind of people that will represent the Lord properly Father we thank you for your word we want to be good counselors Lord we want to balance truth and mercy we want to depend upon the power of the Holy Spirit Lord we want to be people of prayer people of love people who speak in such a way that people will hear us Lord we want our minds renewed by your word Lord we want to fear you and have an eternal perspective we want to fear you and have an eternal perspective смирение but boldness in the Spirit and also смелость в Духе Lord that we may be used of you to accomplish your will to bless other people's lives Lord in these few short years that we have left on this earth в эти предстоящие несколько лет которые остаются нам на земле Lord we know Yeshua is coming soon и мы знаем что Yeshua грядет скоро и мы хотим быть готовыми и мы хотим подготовить других чтобы они были тоже готовы Lord help us as we go through this class may the weightiness of your spirit continue to rest upon us и чтобы Дух Твой продолжал подчевать над нами Father we thank you now and commit this to you in Yeshua's name we thank you now and give us this in Yeshua Amen